Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. Хотела бы сразу извиниться за то, что мой голос слегка осевший, так как я немного простыла и мой голос от меня куда-то убежал. Так как сегодня у нас уже практически середина июня, я решила, что все-таки нужно обязательно рассказать о своих фаворитах за весну 2019 года, потому что было немало классных открытий. А здесь видео будет, конечно же, декоративная косметика, уходовая косметика, и я решила добавить немножко элементы лайфстайла и рассказать вам о том, к чему я привыкла за весну, что у меня появилось нового, в общем, что я любила этой весной. Если вам интересно, то не переключайтесь и продолжайте смотреть. И начну я, пожалуй, со своего компьютера. Вот, он мой дружочек. Я обклеивала его специально наклеечками, чтобы его было видно издалека, чтобы я знала, что это мой дорогой компьютер. Что я за ним делаю? Компьютер у меня давно, но именно весной я начала постоянно работать и заполнять какие-то файлы, таблицы. Я поняла, что я многое забываю и не успеваю. И какие-то дела, так сказать, суперважные. И на будущее я начала вписывать файлы на ноутбуке. Раньше не понимала людей, которые постоянно сидят за компьютером. Думаю, господи, что же там можно делать? Я имею в виду из творческой среды людей. И теперь я как раз таки понимаю, что это безумно удобно, что у тебя всегда все симметизировано, систематизировано. У тебя всегда есть доступ к файлу, неважно, компьютер с тобой или нет, но ты всегда можешь в него зайти и посмотреть, что тебе необходимо сделать. Также, конечно, на своем ноутбуке я монтирую видео, в том числе видео в Инстаграм. В общем, ноутбук для меня это стало в последнее время прям как телефон. И я очень часто его беру с собой даже в командировке, несмотря на то, что он иногда занимает слишком много места. Но все-таки он теперь мой такой, знаете, лучший друг, и я его вожу постоянно везде с собой. Далее. Из разряда также списка дел и очень удобная вещь — это ежедневник. Я поняла, что мне намного проще и легче пишутся слова, именно когда я их пишу от руки. Вот когда мне нужно написать какой-нибудь пост, и я сажусь перед компьютером или перед телефоном, мысли честно идут не так. Но если я хочу какой-то действительно хороший творческий поток, то я беру с собой ежедневник, открываю его и просто начинаю писать. Также, знаете, когда бывает немножко такой какой-то застой в работе, и ты не знаешь, за что взяться и что сделать для того, чтобы это все задвигалось новыми силами, я беру ежедневник, начинаю думать, с чего бы я хотела начать, и как-то дела сами начинают писаться, планы осуществляться. В общем, ежедневник — это такая у меня отдушина, куда я пишу какие-то свои возможные желания, мечты, а также вот такие творческие моменты, которые мне хотелось бы осуществить. И вы знаете, это все осуществляется, поэтому ежедневник тоже у меня практически всегда с собой обязательно в перелеты, потому что самолет — это мое любимое рабочее место, и вот эти два друга, они в перелете со мной всегда помогают мне в осуществлении каких-то дел, и я реально за перелет, даже Екатеринбург-Москва, могу сделать столько, сколько я не могу в Екатеринбурге сделать за 3-4 дня. Поэтому ежедневник и компьютер — это просто мои лучшие друзья в течение весны были, и я уверена, что они будут моими лучшими друзьями на протяжении другого времени года. Ну, а теперь давайте немножко поговорим о сериалах. И да, обычно я на такие темы не разговариваю, но весной этой у меня произошел какой-то перелом, и я решила посмотреть все-таки «Игру престолов», потому что я не любитель сериалов, и я считала, что это занимает огромное количество времени, я так считаю, и считала, что это бесполезно, но все-таки последний сезон «Игры престолов», и я думаю, надо посмотреть мне полностью весь сериал. Скажу честно, я уже начинала его смотреть, и в первый раз он мне абсолютно не зашел, я ничего не поняла, кто есть кто, огромное количество персонажей, очень сложных схем, и я как бы на все это дело забила. Но в апреле я пересмотрела полностью весь сериал, в мае посмотрела последнюю серию, и сделала вывод, что зря, в принципе, я это делала, потому что когда-то посмотрела «Конец», и он такой, ты думаешь, зачем я потратил это время? Потому что очень многие мои подписчики в Инстаграме видели, что я начала смотреть этот сериал, и спрашивали мне мое мнение, поэтому я решила поделиться им здесь. Вот так вот по этому сериалами. У меня была небольшая любовь весной, но думаю, что сейчас все-таки нужно погрузиться дальше в работу, потому что все-таки просмотры занимают действительно много времени. Ну а теперь давайте начнем разбирать уходовые фавориты и косметические. Хотела бы начать я вот с таких вот масок «Минуток». Бренд «Джапоника» — это японский бренд. Маски «Минутки». Действительно, вы наносите их, ходите в них 60 секунд, снимаете, и эффект виден сразу. Я достаточно скептически отнеслась к этим маскам, когда увидела, что действует за 60 секунд, но так как это бренд «Джапоника», я с ним уже была знакома, и «Джапангалс» маски, то также от них я решила, ну, попробую, почему бы и нет. И вы знаете, это реально круто. Я храню их в холодильнике с утра, когда я очень тороплюсь, я одеваю сначала, кстати, патчи. Я обожаю теперь хранить патчи в холодильнике. И вот если раньше я делала это редко, то сейчас я просто каждый день одеваю патчи из холодильника, и вот отечность, она тут же уходит. Сверху я одеваю маску «Минутку». Хожу, наверное, минуты две, все-таки в ней чуть побольше. И потом обязательно ее одеваю еще на шею. Как мне кажется, они действительно придают какое-то свечение, хорошее увлажнение. Плюс, что я, по крайней мере, чувствую, это то, что кожа начинает немножко разогреваться. Вот где-то через 40 секунд после того, как вы ее надели, она как будто немножко как покалывает. Мне нравится этот эффект, поэтому маски у меня эти заканчиваются, я обязательно куплю их снова. И если вы не пробовали, обязательно вам рекомендую попробовать, если вы тоже любите маски. Следующее – это капли «Концентральный загар» «Клоранс». Я их уже, конечно же, вам показывала, рассказывала, но вот этой весной я прям зачастила с ними. И каждый вечер, когда я их наношу, и каждое утро, когда я просыпаюсь, смотрю на себя в зеркало, я думаю, ой, можно даже и тон мне наносить, и так все хорошо. Я их использую именно с дневным вечерним кремом, наношу буквально 2-3 капли, хорошо все это дело между собой размешиваю, наношу на лицо, жду впитывания, обязательно хорошенечко мою руки, просыпаюсь на утро и вижу, как цвет лица улучшается. У них, знаете, очень мягкий эффект, главное не зачастить с ними, наносить 2-3 раза в неделю не чаще. Сейчас, думаю, что с наступлением лета я начну наносить их не только на лицо, но и на тело, потому что загар сходит, а ноги голыми оказываются все чаще и чаще, поэтому для того, чтобы они были красивыми и загорелыми, я, конечно, буду прибегать именно к автозагару, потому что солярий я не люблю и никому его не рекомендую, потому что считаю, что это настоящее зло. Далее, из ухода я полюбила вот такую виноградную водичку Кадали. Я наношу ее после умывания, для того, чтобы, знаете, если присутствует ощущение стянутости, убрать его. Также я его полюбила наносить поверх макияжа, вот таким образом, чтобы он немножко подсел, и опять же, ощущение свежести. То есть, если вы много используете сухих продуктов, пудру, румяна, хайлайтер, создается некое ощущение напыленности, чтобы убрать вот эту напыленность, я рекомендую использовать либо термальную воду, либо вот эликсир красоты от бренда Кадали, мне правда понравился. Далее, в плане очищения, я попробовала вот такой пилинг от бренда Сенсай. Вы знаете, что я достаточно долго уже использую их систему очищения, и вот такой шелтовый пилинг-маску я еще не пробовала. Мне нравится. Вот что я с ней делаю? Я, так как часто летаю, лицо действительно после самолета загрязняется, и я, когда прилетаю домой после командировки, обязательно делаю себе вот этот легкий пилинг. Что видите вы после того, как вы его смываете? Кожа становится такой, знаете, немножко красненькой, разогревается, особенно вот в центральной части лица, и на утро, ну, как мне кажется, пора действительно становится чище. Его рекомендовано делать не чаще, чем два раза в неделю, я делаю, наверное, даже один раз в неделю, но на постоянной основе после двух этапов очищения, сначала это масло, пенка, и после я уже делаю вот такой пилинг. Не использую как маску, наношу именно как ту же пенку на лицо, втирающими движениями вижу, как кожа начинает краснеться, и буквально спустя 40 секунд уже смываю. Эффект виден сразу, и эффект мне нравится. Если вы пробовали подобные пилинги, то напишите, пожалуйста, как вам от них результаты, какие вам понравились. Далее, новый аромат у меня случился этой весной. Это Victor & Roll, называется он Flower Mom Midnight версия. Я была на презентации этого аромата, честно думала, что он мне не понравится, я не буду им пользоваться, но он цветочный, сладкий, но он оказался какой-то, знаете, с такой перчинкой, которая мне очень нравится. Я вообще фанат ароматов таких древесных и цитрусовых одновременно, поэтому я люблю молекулу, я очень люблю Tom Ford некоторые ароматы. И вот этот аромат мне правда понравился. Я использую его достаточно сейчас часто, он, знаете, как-то заряжает на хорошее настроение, наверное, вот из-за этих цветочных нот, и, в принципе, достаточно стойкий. Поэтому он теперь в моей коллекции и достаточно часто используется. Тоже решила вам про него рассказать, потому что видео о парфюме у меня нет, но иногда я делюсь какими-то своими любимцами и фаворитами. Надеюсь, вам это нравится. Ну, а теперь давайте уже расскажу о фаворитах именно в плане косметики. Скажу честно, их не так много, как я думала, и тут раз, два, три, четыре, пять, пять продуктов для губ. Начнем мы с продукта для лица. Это будет BB крем от марка Миша в оттенке номер 23. У меня он в такой, в таком тревел-сайзе, здесь 20 миллилитров. Приобрела я его, наверное, осенью, но начала пользоваться постоянно где-то в середине марта. Нравится? Мне кажется, это идеальный тон, у кого кожа проблемная, склонна к жирности, вы не хотите ее перегружать, но хотите выровнять, хотите выровнять рельеф. Он не перекроет, конечно, прыщики акну, но вот если у вас присутствует рельеф, он очень хорошо сгладит. Устойчивый, держится отлично, не виден на лице с эффектом, знаете, такого атласного свечения. Красивый, я практически его закончила. Плотнее, чем BB от Arborian или CC от Arborian, но, опять же, комфортен. Я, наверное, куплю себе его в полноразмерной версии. Знаю, что многие визажисты тоже любят этот тон использовать именно для клиентов, так как он очень универсален. И, знаете, наверное, да, я бы отнесла его в такой стартовый кейс визажиста. Кстати, у меня есть в планах снять видео обновленное про кейс для визажиста. Опять же, если вы хотите это видео, дайте мне знать в комментариях. Следующее, это карандаш для межресничного пространства. Он сейчас на мне, не знаю, виден или нет, но я люблю межресничку прокрашивать и делать растушеванные стрелки в макияже. Так вот, я очень полюбила карандаш от бренда Вайкон. Он в оттенке 10, браун, коричневый, безумно мягкий, можно растушевать пальцем, отлично держится. Конечно, я рекомендую его дублировать сверху тенями или более устойчивым карандашом, потому что, так как карандаш мягкий, он имеет свойство отпечатываться. Но у него, правда, крутые цвета, и самое главное, это, конечно, то, как он наносится и то, как он тушуется. Им невероятно просто сделать вот эту растушеванную стрелку, если вы визажист или если вы новичок и красите себя, то этот карандаш это очень упрощает. Поэтому обратите внимание, Вайкон номер 10. Ну, а теперь поговорим про продукты для губ. И я начну также с карандаша. Первый будет вот такой карандаш от бренда Шик в оттенке Флоренс. Он сейчас у меня на губах, мне безумно нравится его цвет. Это, знаете, такая пыльная розовая роза, немножко с бежевым оттенком. Идеально для контура, идеально просто, как помада полностью на все губы. Очень мне нравится, знаете, у него такая мягкая текстура, он легко тушуется и отлично держится. Поэтому, если любите такие оттенки, то присмотритесь. Также весной я, правда, очень полюбила бальзамы для губ, которые действительно красиво смотрятся и, конечно же, круто работают. Поэтому первое, что я хочу вам показать, это вот такое масло от бренда Клоранс. У меня уже такое было золотое с шиммером. В мае у меня появилось вот такое вот бордовое. Он дает слегка, такой, знаете, красный оттенок. Соответственно, губы становятся сразу более здоровыми. Не прилипает к нему волосы. Что мне нравится, то есть нет такого ощущения, что у вас все размазалось по лицу. Нет ощущения склеивания между губ, тоже очень комфортно. Поэтому масло классное, очень красивое. У него такой интересный аппликатор, достаточно объемный. И безумный аромат. Прям какими-то ягодами вкусными пахнет. Поэтому масло классное. Из того же разряда бальзамов для губ я еще очень полюбила блеск от бренда Sensai. У них есть уходовый крем для губ изолона вокруг губ. Но теперь они выпустили этот крем в другом формате. В формате блеска для губ он очень хорошо разглаживает ваши губы. Вы можете его использовать просто как бальзам утром или вечером. Или же можно использовать его спокойно как декоративный продукт. Потому что это такой блеск с легким шиммером. Он очень красиво светится на губах. Делает их, наверное, в два раза больше. Не постесняюсь этого. Потому что всегда, когда я делаю этот бальзам себе на губы, все в сторис мне начинают писать про то, что я сделала губы. Или что, Елена, у вас на губах. Расскажите, пожалуйста. Поэтому вот. Если вы любите Dior Maximizer, да, но не нравится, например, покалывание, или вы устали от него и хотите попробовать что-то новое, вот сейчас советую обратить внимание на Sensai Total Lip Gloss. Ну и последние фавориты. Первая это помада от бренда Estee Lauder в оттенке 100. Знаете, это вообще моя находка. И я считаю, что эта помада нужна абсолютно всем, потому что идеально розово-персиковый оттенок, который очень освежает, опять же, зрительно делает губы более пухлыми. Текстура у помады матовая, но если вы подготовите губы предварительно бальзамом или скрабом и нанесете ее, то вы не будете чувствовать ощущение стянутости. Она не будет вам сушить губы. И все-таки, так как это люксовый бренд, то матовые помады, как правило, у люксовых брендов, они очень комфортны. Так вот, эта помада действительно комфортна в нанесении. Также я ее очень люблю использовать еще на щеки, как румяну, потому что цвет очень освежающий. Я как-то в эфирах в Инстаграме и в роликах, которые снимают туда в Инстаграм, показывала макияж с помощью двух продуктов. И вот помада Estee Lauder у меня была нанесена и на глаза, и на щеки, и на губы. Очень красиво. И еще из разряда такого универсального продукта, это тинт от бренда Dior, называется Dior Addict Lip Tattoo, оттенок 451. Если вы обожаете Beko Dragon Fruit, но сейчас его сняли с производства, и альтернатив, к сожалению, нет, то вот он, Dior Lip Tattoo 451. Идеальный оттенок, который очень круто освежает, и опять же супер универсален. И на щеки, кстати, сегодня на щечках у меня Dior в качестве румян. На губы, на центральную часть растушевать пальцем, чтобы был такой эффект зацелованных губ. Кстати, очень круто сочетать этот тинт вот с карандашом Chic в оттенке Florence. Florence по контуру, на центральную часть Dior. Супер, такие, знаете, красивые губы получаются. И также можно в качестве подложки под тени, слегка в складку века для свежести. В общем, такие продукты упрощают жизнь и ускоряют, да, ежедневный макияж, при этом очень красиво смотрятся. Я их прям очень сильно полюбила, и теперь они в моей ежедневной косметичке постоянно. Ну что ж, вот такое видео о моих фаворитах за весну 2019. Я надеюсь, что оно было для вас информативным и полезным. Вам понравились продукты, о которых я рассказала. Обязательно делитесь своими открытыми и находками. Мне будет очень интересно почитать ваши комментарии. Ну а я всем желаю хорошего настроения. Увидимся в следующем видео и пока-пока!